Дзюдоист не имеющий хейтеров, либо скромный японец, который с улыбкой разносит всех своих соперников благодаря коронному приему. Именно так мне захотелось охарактеризовать японского дзюдоиста Гоки Таджиму. Этот парень имеет очень зрелищный стиль борьбы, благодаря которому ему удалось не только завоевать симпатию фанатов, но и выиграть несколько важнейших золотых медалей с крупных турниров. Всем приятного просмотра и мы начинаем! Что ж, давайте начнем пожалуй с первого серьезного старта японского дзюдоиста. Это был чемпионат мира среди юниоров в 2017 году в Загребе. Именно тогда японец, который борется в категории до 90 килограмм, познакомил нас всех со своим стилем борьбы. Вы можете видеть на своих экранах, какой любимый и коронный бросок у Гоки Таджима. Да, именно соды с рюками Гочи, коронный прием нашего дзюдоиста. Тогда в Загребе Гоки выиграл золото чемпионата мира среди юниоров. Я думаю, что тренерский штаб Японии был доволен, что у них есть такой талантливый дзюдоист в данной весовой категории. А теперь перенесемся в 2023 год в Тбилиси. На турнир Большого Шлема Гоки полетел в гордом одиночестве. Да, японец был без тренера и он был единственным представителем от своей страны. Этот момент приковал внимание многих фанатов дзюдо и было интересно наблюдать, что дзюдоист боролся без тренера во время схватки. Тем более дзюдоист, представляющий Японию. Тогда в четвертьфинале Гоки полез в плотную борьбу к олимпийскому чемпиону Бекаури и Лаша его уверенно сконтрил на Япон. Но в утешительной же встрече Гоки смог победить сильного грузина Беку Гвиняшвили отличным броском соды с руками Гочи на Япон и заработать шанс бороться за бронзу. В малом финале ему предстояло сразиться с представителем Турции с Ганьком. И какое было мое удивление, всего менее минуты потребовалось Японцу, чтобы финишировать своего оппонента с помощью красивейшего и коронного приема соды с руками Гоши. Этот бросок Гоки исполняет безошибочно, как по книжечке и наверное с любовью. Таким образом одинокий самурай увез бронзовую награду с большого шлема в Тбилиси. Но также стоит вспомнить, что юный японец уже боролся однажды на турнире большого шлема в 2017 году. Тогда в Екатеринбурге Гоки также показал отличное льждо и смог увести медаль. Во втором раунде он победил Неманью Майдова из Сербии, а в четвертьфинале уступил Гвиниашвили довольно красивым броском. В утешительной же встрече Гоки Таджима снова поразил своего оппонента приемом соды с руками Гоши на Япон и вышел на бронзовый финал. В схватке за бронзу японец победил опытного дзюдоиста из Сербии Александра Куколя. И это была его первая награда с турниров большого шлема в карьере. Ну что ж, а теперь посмотрим на одно из самых важных и успешных соревнований для Таджимы. Чемпионат Японии без весовых категорий. Именно тот турнир золота, которого является самым важным практически для всех японцев. И наш герой, который весит плюс-минус 90 килограмм, действительно удивил меня. Он даже здесь смог по-настоящему зажечь, несмотря на то, какие веса против него боролись. Так, к примеру, наш герой завершил второй раунд соревнований всего за 22 секунды. Гоки исполнил свои убийственные соды с руками Гоши против японского тяжика Хошино и уверенно прошел дальше по сетке. В третьем раунде Таджима боролся против доты Арай из весовой категории до 100 килограмм. Таджима сделал ряд обманных движений ногами, чтобы в конце бросить своего оппонента с помощью броска Оучигари и выйти уже в четверть финала турнира. И там наш герой оказался сильнее японского супертяжа и вице-олимпийского чемпиона Харасавы Хисайоши. А Гоки победил его по шидо и вышел в полуфинал. В полуфинале Таджиму ожидала настоящая проверка на прочность. Схватка против опытнейшего тяжика Такэши Аджитани, многократного чемпиона Японии. Но Таджима и в этой встрече решил удивлять всех. Заход на бросок Оучигари, но Такэши Аджитани оказался сильнее, ему удалось сконтрить Таджиму и заработать оценку. Поражение в полуфинале значит одно. Третье место и бронзовая медаль. Третье место всеяпонского турнира без весовых категорий. Это бронза с золотым оттенком для нашего 90-килограммового добряка. Также стоит упомянуть и об апрельском чемпионате Японии 2023 по весовым категориям, который проходит в Фукуоке. Тогда нашему герою удалось показать отличную борьбу и выйти в финал японского первенства. В схватке за золото его ждал Машу Бейкер, олимпийский чемпион Рио-2016, чудоист, который постепенно пытается вернуть свое место в основе. В итоге Гоке Таджима бросает Бейкера и становится чемпионом Японии, зарабатывая себе место в сборной на следующий сезон. Слезы радости и очередное важное достижение для нашего сегодняшнего героя. Что ж, и теперь мы, пожалуй, перейдем к тому, за что ей полюбил этого дзюдоиста. Командные чемпионаты мира. Начнем с ташкентского. Гоке словно джокер сборной Японии для командных первенств. Он буквально разносит всех своих соперников на этих турнирах. И ему не важно, кто стоит перед ним. Вы сами можете все видеть на своих экранах. В первой схватке в Ташкенте Таджима победил благодаря броску Танио Точи на Япон. Затем ему удалось победить Дэвита в плотной борьбе. И уже в финальной встрече Франция-Япония Гоке снова зажег. Счет встречи он открыл благодаря отличному броску Соды Сурикуми Гоши. И буквально в следующей же атаке Таджима проводит бросок Коучи и зарабатывает второй в Азаре. Тогда в Ташкенте японцы стали чемпионами мира и Гоке Таджима выиграл первое золото с чемпионатов мира в командном зачете. Отличная борьба, хороший результат и важная медаль в довольно непростой карьере нашего героя. И сразу же мы переносимся на чемпионат мира в Дохе в 2023 году и снова командный зачет. Снова момент славы для нашего фантастического дзюдоиста. В схватке против Кореи Таджима смог победить благодаря броску Сеоинаги. Снова встреча со старым товарищем Дэвитом, который заканчивается японом для японца благодаря коронному приему Соды Сурикуми Гоши. И здесь Гоке удивляет. В схватке против Грузии японец побеждает чемпиона мира Майсурадзе и приносит важнейшую победу для своей команды на чемпионате мира. И в финале Япония против Франции, который является уже классическим, Таджима смог бросить своего визави приемом фронту Чимата на Вазари. Таким образом японцы выиграли встречу и Гоке стал двухкратным чемпионом мира в командном зачете. Вы сами можете дать оценку его борьбе в комментариях, но признаюсь вам честно, за последнее время этот парень стал одним из моих любимчиков. Что ж, и в виде бонуса стоит упомянуть о противостоянии Мурао Санширо Гоке Таджима. Дело в том, что нынешний лидер сборной Мурао целых три раза боролся с Гоке на внутренней арене в Японии и ему ни разу не удалось его победить. Сперва еще будучи юниорами, они встретились на Кубке Кадокан в 2018 году. Тогда Гоке победил благодаря обманному движению и броску подсечкой под пятку. Следующее место их встречи было на всеяпонском чемпионате в 2021 году. И что мы видим, Таджима снова бросает Мурао все тем же приемом и выходит победителем из этой встречи. И вот их третья встреча на чемпионате Японии по весовым категориям в 2022 году. Но в третий раз точно не пройдет, подумал я и ошибся. Таджима исполняет точно такой же прием и снова побеждает Санширо Мурао. Вот так интересно получается. Достаточно неудобный соперник Гоке Таджима для лидера этого веса Мурао. Цель этого видео была познакомить вас с не самым титулованным дзюдоистом, но с одним из самых зрелищных и техничных. Этот трудяга точно заслужил внимания. А вы обязательно ставьте лайки, если вам тоже нравится этот дзюдоист. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok